Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про уход за стопами при диабете. Как вы знаете, одно из самых опасных осложнений сахарного диабета это диабет стопа. И да, диабет стопа возникает очень часто скрыто, то есть при повышенном сахаре у нас ухудшается кровообращение, у нас ухудшается иннервация нижних конечностей и в итоге из-за нарушения кровообращения и иннервации у нас возникают язвочки, опрелости и иные дефекты, которые опасны возникновением гангрен нижних конечностей. Чтобы этого не было, чтобы избежать данного опасного осложнения диабета, во-первых, мы должны удерживать в норме сахар крови, то есть не давать сахарам повреждать эндотелий сосудов и оболочки нервов, во-вторых, мы должны стараться удержать в норме холестерин, почему? Потому что повышенный сахар повреждает эндотелий сосудов, на поврежденной эндотелии оседает холестерин, уменьшается просвет сосудов, нарушается кровообращение в нижних конечностях, и вот, собственно, мы идем в сторону диабет стопы. Поэтому нормальный сахар, нормальный холестерин, ну и плюс, конечно же, мы следим за состоянием сосудов, то есть УЗИ сосудов, вовремя обращения к сосудистому хирургу при ухудшении состояния сосудов и при необходимости сосудистые препараты. Это то, что, собственно, общие вещи. Теперь, какой же уход за стопами нужен при диабете? Первое – это регулярно, то есть два раза в день мягкая гигиена стоп. Это то, что мы делаем дома. Мы используем теплую воду, и температуру воды мы проверяем локтем. Почему это важно? Потому что при развитии диабет стопы, при развитии полинейропатии, нарушения состояния нервной системы, в том числе полинейропатии ног, у нас снижается чувствительность. Очень часто, помимо снижения чувствительности чувства, ползания мурашек, ноги мерзнут, боли в ногах, судороги в ногах в ночное время. Но из-за того, что чувствительность снижена, мы не можем адекватно воспринимать температуру воды. И очень часто пациенты, например, замерзли ноги, зимой на остановке стоял или домой долго шел. Ноги замерзли, пришли в ванну поставили, воду включили горячую и сидим думаем. В ногах чувствительность снижена, температура воды слишком горячая, и мы в итоге делаем себе ожог. То есть у нас была полинейропатия, и так у нас уже были нарушения до стороны нервной системы. Кровоток тоже очень часто страдает в нижних конечностях, потому что мы сидим, малоподвижный образ жизни, потому что у нас диабет ухудшает состояние сосудов, высокий сахар крови еще и вязкость крови меняется. Так вот, обожгли себе ноги, несколько раз ожоги, это в разы выше развитие диабет стопы. Поэтому проверили температуру локтем, все в комфортную, чуть теплую воду. Если у вас ноги замерзли очень сильно, то вы постепенно повышаете температуру воды, то есть сначала в прохладную, а дальше по чуть-чуть добавляете теплой воды, то есть меняете плавно, потому что резкое изменение температур также может повредить состояние кожных покровов. Следующее. Используем мягкое мыло, то есть никаких химических пилингов. Сейчас очень популярны, с разными кислотами, фруктовыми и так далее. Когда у нас кожа сохранна, здоровый человек, все нормально с кожными покровами, пяточки часто химией женщины обрабатывают. Да, если уже есть изменения кожных покровов, не дай бог трещинки, язвочки, это будет только хуже. То есть будет очень глубокое воздействие кислоты, будет просто химический ожог. Поэтому мы берем мягкое мыло, либо детское мыло, либо мягкое косметическое мыло, мыло нейтральное, которое не сушит кожу, не вызывает никаких, собственно, нарушений. Следующее. Это мы вытираем ноги насухо, сухим полотенцем, мягким, и осматриваем ноги. То есть температура, цвет, соответственно, без различных белых полос, без белых участков, белый участок от нарушений для кровообращения, синий участок застой, соответственно, крови, либо, не дай бог, синячки, повреждения сосудов. Плюс, обязательно мы не даем ногам потеть. То есть, если вы, например, сидите на работе весь день, у вас ноги вспотели, вышли в уборную, либо протерли мокрой салфеточкой, мягкой, желательно детской, либо пошли помыли ножки. Обязательно используем питательные крема при сухой коже, есть специальные крема для диабетиков, которые улучшают заживление различные. Диакрем можно просто, обычные крема для заживления, например, депантенол, бипантен и так далее. Можно сосудистые мази, то есть, если есть какой-то дефект, его нужно заживлять. Кроме того, регулярно подпиливаем ногти пилочкой, то есть мягкой пилочкой, чтобы ногти не врастали. Если вы используете ножницы, то ножницы с закругленными концами, дабы не травмировать кожные покровы. Обязательно выбираем мягкую, комфортную обувь. То есть, во-первых, это натуральные материалы, то есть обувь должна дышать, либо кожа натуральная, либо обувь тряпочная, натуральный мех, чтобы у нас нога не потела. Обязательно выбираем обувь по размеру. Почему? Потому что, когда у нас начинает развиваться диабет стопа, снижается чувствительность с подиабетической полинейропатии, мы не чувствуем, как мы все натираем ногу. Раз натерли, два натерли, постоянная мозоль, попадание диинфекции, воспаление гангрена. Нам это не надо, поэтому обувь должна быть вам по размеру, лучше она будет чуть больше, а те ли носочек, все отлично. Перед тем, как одевать обувь, проверяем, что там нет посторонних предметов. Это для тех людей, у кого уже есть полинейропатия, у кого уже снижена чувствительность. Если там будет маленький камушек, он будет травмировать вам стопу при ходьбе. А если чувствительность снижена, мы этого не замечаем. Травматизация стопы, опять же, входные ворота инфекции, опять же, путь гангрени. Плюс, не используем для прогрева ног очень горячие предметы. Будь то камин, будь то горячая ванна, горячая батарея, потому что, опять же, при сниженной чувствительности мы обожжем ноги и не заметим этого. И плюс, конечно же, друзья, если мы говорим про лечение, про восстановление, кровообращение, иннервации, это и нормализация сахара, и плюс, вместе с врачом, с сосудистым хирургом, с хирургом по диабет-стопе, можно подбирать препараты, как для улучшения кровообращения, там, октовигин, пироцетам, альфа-липоевая кислота, так и для улучшения меди-иннервации, это опять же самое простое, альфа-липоевая кислота, витамины группы В, то, что назначает невролог и эндокринолог, так и более сильные препараты. Главное, помните, что если вы хотите подбирать медикаментозную терапию для улучшения состояния сосудов и нервов, то сначала вы сдаёте анализы, то есть, как минимум, общий анализ, полную биохимию крови, то есть, смотрим функцию печени, почек, смотрим сахара, крови, гликированные, да, это обязательно при диабете, при сдаче каждых анализов, и, соответственно, уже после этого с врачом подбираем терапию. Но то, что нам важно понять, от нас зависит, какой у нас сахар крови, насколько качественно мы питаемся, сколько витаминов мы потребляем, сколько вы едите зелени, своя зелень с участка, это самое лучшее, максимум витаминов, микроэлементов, то есть, сахар крови, питание и нагрузки, чем больше мы двигаемся, тем лучше у нас системное кровообращение, в том числе кровообращение в нижних конечностях. Поэтому прогулки, бассейн, самомассаж, сидим около телевизора, ножками делаем гимнастику, катаем карандашики, даже такие простые методы улучшают кровообращение. И часто те пациенты, которые занимаются спортом, правильно питаются, даже без каких-либо препаратов, сохраняют себе здоровые стопы на всю жизнь. Поэтому, друзья, приводите в норму сахар, вводите на нагрузки, контролируйте вашу диету и этим вы все очень сильно улучшите здоровье. Если же вдруг вы увидели какие-либо негативные изменения, тогда быстро обращаемся к врачу. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!